Разрешите поделиться с вами одной историей. Меня в свое время очень сильно впечатлило следующее. Когда приехал Нил Рекхем, он был уже четыре раза, по-моему, в России, я три из четырех был у него на тренингах. Кстати, подойдите, вот там стол есть, Академия Брайана Трейси, они его тоже иногда привозят, и поинтересуйтесь следующим тренингом. Нил сказал следующую штуку, что вот это распределение потребителей, и раньше потребители распределялись следующим образом. Это уровень консультации, который требуется потребителям. И раньше, вот буквально 10-15 лет назад распределение было следующее. Было очень мало людей, которым не требовалась консультация, и очень мало, которые действительно ценили эту консультацию. Поэтому продавцов и учили продукту чуть-чуть, и они консультировали. Сейчас, когда интернет развился, потребитель уже обладает существенно большими знаниями о продукте, частенько, чем продавцы. Вспомните, кто недавно приобретал какую-нибудь штуку в гипермаркетах бытовой техники или электроники. Поднимите руку. Типичный, наверное, процесс выбора товара, он такой. Мы сначала ищем что-то в интернет, потом идем в магазин, и когда к вам подходит с распростертыми объятиями и улыбкой продавец, говорит, а вам помочь? Вы говорите, да, помочь. И задаете ему такой вопрос, что по его хлопающим глазам вы понимаете, что он вообще не в теме. И было такое? Вот. Это о чем? О том, что сейчас распределение другое немножко. Оно вот такое, середина уходит по краям. То есть потребитель, он в принципе расслабивается. Если здесь у нас консультативная продажа, то здесь транзакционная. Кто покупал компьютеры в начале 90-х? Это была целая история, да? Нужно было там собирать из комплектующих и без специалиста было не разобраться. Сейчас покупка компьютера – это транзакционный процесс. Ну, как картошку пойти на базаре купить, мы в принципе там… Ничего сложного в этом нет. Так вот, и то же самое зависит от товара. Если вы продаете CRM-систему, ну, здесь, наверное, консультация. А если вы продаете какие-нибудь, не знаю, автозапчасти оптом, большое количество покупателей, их интересует, есть ли в наличии, какой ассортимент, цена, все. Дальше, если продавец начинает умничать, продажа не происходит. И все бы здорово, но только вот у Нила есть спин-методика классная, но там не совсем четко все-таки… Он рассказывает, как перевести транзакционный запрос в консультативную продажу. Потому что, когда покупатель покупает транзакционные модели, то он относится к продавцу как к расходному материалу. Сегодня один, завтра другой. И вот я искал, как перевести из транзакционного запроса в консультативную продажу специалистов и экспертов. Не нашел, точнее, нашел. Поприветствуйте, Дмитрий Иванович Норко. Добрый день. Слушайте, вот Андрей Веселов как что-нибудь скажет, и потом стоишь и думаешь, и что мне с этим делать. Ладно, коллеги, поднимите руку, у кого есть ощущение, что вот тот трафик, который к вам приходит, конверсия ниже, чем могла бы быть. То есть, грубо говоря, на количество входящих звонков продажи, они ниже, чем вам хотелось бы. И вы чувствуете, что вот можно, было бы больше и нужно бы. Поднимите руку. Хорошо, давайте сейчас поговорим, что с этим делать и как нам вот эту ситуацию разрулить. Так как у Нилы Рэхема решения нет, придется нам делать сами. Так как Рэхема нет, вот, так что норки отдуваться. Все дело в том, что всех ваших клиентов, которые... Слушайте, а что-то у нас фонит как-то микрофон, как-то он как ведро. Да, сделайте, что-нибудь получишь. Хорошо, спасибо. Всех ваших клиентов, которые покупают или хотят настоящих или потенциальных, можно разделить на две основные категории. И эти категории связаны напрямую с тем, почему они покупают. То есть есть такая штука ценность. Ценность – это некий такой совокупный набор факторов. Говоря проще, если не заморачиваясь, если у вас покупают, значит ваше предложение ценно. Если нет, значит нет. Так вот, первая категория – это покупатели, которые ориентируются на внутреннюю ценность. Для них ценность в самом товаре, сам продукт. Что это за покупатели? Это покупатели, которые четко знают, какой продукт им нужен. Они знают, что они с ним будут делать. Далее, они неохотно идут на контакт, даже вообще некоторые не идут на контакт. И самая плохая новость для продавцов – они искренне считают, что продавцы им не нужны. Не нужны. Вот. И, то есть, говорят, они не хотят им платить деньги. Что значит платить деньги? По сути, если вы имеете отдел продаж… Ой, извините, что-то у меня вылетело, я не туда нажал. Сейчас, одну секундочку. Маховик земля цепляет. Вот. Если у вас есть отдел продаж, то он поглощает ресурсы. Фонд оплаты труда, аренда, так далее и тому подобное. Эти деньги берутся откуда? Они берутся из кармана вашего покупателя. Так вот, эта категория покупателей не хочет платить деньги вашим продавцам по одной простой причине. То, что они считают, что смысла в этом нет и ваши продавцы этих денег не стоят. Еще один очень важный фактор – они искренне считают, что ваш продукт, товар, услуга не уникален. Даже если вы считаете, что у вас есть уникальный продукт, они этого не считают. То есть, еще раз говорю, если говорить по ценности, то они ориентируются на внутреннюю ценность, на сам продукт. Это первое. Вторая категория – покупатели, которые ориентируются на внешнюю ценность. Для них ценность находится за пределами самого продукта. В данном случае ценность будет здесь, одна из ценностей – это тот человек или та компания, которая продает. В чем отличие первой от второй категории? Еще раз говорю, первая категория четко знает, какой продукт им нужен. Вторая категория знает лишь то, что у них есть какая-то потребность, какая-то проблема. Первая категория считает, что они знают, как они это будут использовать, что они с ним это будут делать. Вторая категория – не знают. Первая категория не идут на контакт, неохотно идут на контакт. Вторая категория – контакт инициируют и охотно общаются. Первая категория, еще раз, не хотят платить деньги продавцам. Вторая – хотят, готовы нести расходы. Две основные категории. Отличие, еще раз говорю, в понимании, что такое ценность. Ну, если говорить про первую категорию, то вы знаете, что это за ситуация. Это та ситуация, когда раздается телефонный звонок, и на том конце провода вам говорят, мне нужно… Ну, что вы продаете? Вы говорите, ну, нам надо встретиться, нам надо поговорить. Что они говорят? Не надо. Они задают простой вопрос. И это, если вы их спросите, они сразу спрашивают, сколько это стоит, да, они задают конкретные вопросы. Если говорить про вот то, что Андрей начал говорить, они работают как операционный или транзакционный запрос. Есть две новости – хорошая и плохая. Плохая новость заключается в том, что покупатели категории А с каждым днем становятся все больше и больше. Вот. И заработков здесь все меньше и меньше. 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 Почему? Мы сейчас об этом будем говорить. Так вот, еще раз. Покупатели А. Чтобы у нас с вами было понимание. К примеру, у меня есть аудитория пустая. Ну, вот, к примеру, такая, да. И умные люди мне сказали, слушай, оборудуй ее и проводи семинар или сдавай. Я, к примеру, знаю, как должна быть оборудована, какие должны быть стулья, какая должна быть техника. Да. И я ищу себе поставщика. Это первая категория. Это первая. Это категория А. Категория Б. Опять-таки, у меня есть аудитория. Я хочу проводить семинары. Я хочу сдавать. Мне нужно оборудование. У меня есть в этом потребность. Но я не знаю все-таки конкретно, какие нужны стулья, сколько, какое оборудование. Понятно, в чем отличие А и Б. Это основное отличие. И вот теперь, давайте попробуем все-таки разобраться, что есть будет ценность для первой и второй категории. Еще раз. Первая категория. Я знаю, какое нужно оборудование. Я знаю, что я с ним буду делать. Что будет. И вот смотрите, вот у меня есть, допустим, компания А, Б и С. Мне нужно выбрать, мне нужно выбрать одну из этих компаний. Как вы думаете, на основании каких, что будет для меня здесь ценностью? Варианты, рука. Эмоции. Что? Эмоции. То есть, та компания, которая больше оближет вас, она... Кем приедете, кем больше поймете. Еще, еще рука, рука. Цена, еще? Скорость доставки. Цена, еще? Скорость доставки. Скорость доставки. Скорость доставки. А? Где поймете? Насколько предложение будет соответствовать по характеристике? На самом деле все очень просто. Да, вы правильно сказали. Ценность здесь находится на следующем уровне. Всего лишь цена и удобство покупки. Что такое удобство покупки? В параметр удобство покупки мы вкладываем следующее. Чтобы товар был, был в определенном месте, был в определенном ассортименте, в определенном количестве. Все. Так вот, ценность здесь можно создать только на этом уровне. По-другому его создать никак нельзя. Вторая категория. Все то же самое. Есть зал, нужно оборудовать. Есть три компании, но у меня нет четкого все-таки абсолютного понимания, что с этим делать. Есть компания 1, 2, 3, А, Б, С. Ценность в данном случае для меня что будет? Сервис еще. Целостность подхода. Еще варианты? Консультация. Еще? Решение. Абсолютно верно. Вы все правильно говорите. Ценность здесь находится на следующем уровне. Консультация, обучение, поддержка. Вот эти вещи. Две категории, два понимания ценности. Исходя из этого, нужно понимать, что для каждой категории покупателе нужен свой подход. Где-то лет, наверное, 10 назад я написал статью, в которой я описывал порядка 15, по-моему, с лишним, видов продаж организации. Сейчас все упростилось, сейчас все свелось до двух основных категорий, и Андрей о них сказал. Первое, это операционная, ну или транзакционная, как говорил Андрей, продажа. Что это такое? Это тот подход, который создается за счет снижения всевозможных услуг, и за счет этого снижения издержек, и за счет этого предоставления самой минимальной цены. Как вы думаете, что у нас можно отнести к транзакционным продажам? Что? Интернет-магазин. Абсолютно верно. Минимум расходов, минимум услуг и самая минимальная цена. Все очень просто, все понятно. Потому что, опять-таки, чтобы нам предложить самую низкую цену, нам нужно иметь минимальные издержки. Потому что, если издержки есть, мы этого сделать не можем. И вторая, тип продаж, это экспертные продажи. Опять-таки, в отличие от операционных, эти продажи увеличивают ресурсы. Ценность создается здесь за счет способности продавца обеспечивать необходимой информацией. Опять-таки, не том, что можно найти в интернет, а что-то большее. Две вида продаж. Что у нас получается? Получается то, что для, как вы, наверное, уже поняли, первой категории нам нужен операционный подход, для второй нам нужен экспертный. Все очень просто. И, исходя из этого, в принципе, все правильно, все понятно. Но сразу возникает вопрос, как нам идентифицировать вот этих покупателей и этих продавцов. И все-таки, чем же отличается экспертный подход от, я сейчас буду как Чапаев, от операционного? Смотрите, по поводу операционных. Это покупатель, это ваша компания. Когда мы говорим про операционные продажи, продавец стоит вот таким образом, он отстаивает свою компанию. Здесь переговоры ведутся на уровне торга. Его задача купить как можно дешевле, наша, как продавцов, продать как можно дешевле. Все. Ничего вы сделать не можете. Вы не сможете создать ценность на каком-то дополнительном уровне. Все очень просто. Когда мы говорим про экспертные продажи, позиция совсем другая. Это ваш покупатель, это ваша компания. Вот здесь продавец стоит сбоку. И задача, он выступает в роли адвоката покупателя. Задача понять, как можно создать ценность здесь и все это транслировать в свою компанию. Два вида продаж. Опять-таки, возникает теперь самый главный вопрос. С этим все понятно? С этим все понятно. Но вот теперь, что с этим делать? Исходя из того, что я сказал, основные деньги, они находятся где? Скажите, ваши деньги. В категории B. Еще раз говорю, есть две новости. Хорошая и плохая. Плохая новость в том, что покупатели категории A становятся все больше и больше. Хорошая новость в том, что покупатели категории B на ваш век хватит. Хватит, но только при одном условии. Если вы будете использовать именно экспертный подход. Что дал интернет? Интернет дал информацию. И именно интернет сейчас позволил людям заниматься самолечением. Сейчас, сейчас, вот знаете, у меня один хороший знакомый, врач, он говорит, я, наверное, скоро прекращу заниматься практикой, у меня, говорит, сил нету. Ко мне приходит человек, и он говорит, какой у него диагноз и чем его лечить. Он со мной спорит. Вы понимаете? Он же в интернете там на форуме прочитал. Вот такая же ситуация происходит и с вашими покупателями. Все дело в том, что когда покупатели, ведь, смотрите, как у нас отличаются, вы, наверное, слышали, есть такая штука, воронка продаж. Их много всяких видов, да, минимум. Человек ищет, у него возникает потребность, да, он ищет информацию, он собирает информацию, он ведет переговоры с клиентом, он принимает решение на выходе заказа. Если мы говорим о продажах еще лет 10 назад, то продавец подключался к этому процессу, где? На самом верху. На самом верху, где-то здесь. Где-то здесь. Ну, если там реклама все это сделала, то вот здесь продавец включался. Сейчас где, как вы думаете? Сейчас где-то здесь. То есть вот это они проходят сами. Они занимаются самолечением. Но вся штука в том, что да, конечно, конечно, информация есть, она доступная. Однако, если, к примеру, вы занимаетесь производством обивки для стульев, и вы хороший в этом специалист, вы знаете все про эту обивку. Вы знаете, что происходит на этом рынке. У вас знания глубокие, очень глубокие. В то же время, если, допустим, я занимаюсь производством стульев, я, конечно, тоже знаю что-то про обивку. Но мои знания, они не так глубоки, как ваши. И все равно я-то думаю, я-то думаю, что вот я все про это знаю. И вот это самая главная проблема. Идет полемика. Идет полемика, она уже идет больше десяти лет. В 98-м году, в 98-м году, на всемирном конгрессе маркетологов, спикеры и участники пришли к единому мнению, что через 10 лет такая профессия, как продавец, она умрет. Умрет, ее заменит электронная торговля. Все. Но прошло уже больше десяти лет, и эта профессия живее всех живых. Однако, произошла очень сильная трансформация. И если мы говорим про рынок B2C, то есть бизнес для потребителя, то на сегодняшний день вот эти прогнозы приблизились. По последним исследованиям до 70% респондентов готовы покупать без продавцов. То есть то, что покупают себе. Но если мы говорим про рынок B2B, то данные совсем другие. Данные следующие. Внимание, на этот слайд. 27%. Еще раз говорю, это рынок B2B, бизнес для бизнеса. 27% хотят говорить напрямую с сотрудниками компании-продавца, чтобы была возможность обсудить продукт. Далее, 27,1% готовы обсуждать по телефону. То есть вот этим нужен был личный контакт, эти готовы по телефону. 38% готовы изучать продукты на корпоративных сайтах, но им нужна прямая связь с продавцом. Далее, 7% готовы изучать продукты на корпоративных сайтах, но им нужно какое-нибудь общение хотя бы через чат. И всего лишь, внимание, 4,3% это те, кому не нужно общение с продавцом, поддержка продавца. То есть 95% всех корпоративных клиентов, всех корпоративных клиентов, говорят на рынке B2B, так или иначе говорят, что им нужен живой человек, живой продавец. Так вот, вся штука в том, что о чем говорят эти данные? Эти данные говорят о том, что когда поступает звонок, и они говорят, что я знаю, что мне нужно, не верьте, не верьте. Для того, чтобы работать на сегодня, необходимо использовать экспертный подход в работе. И самая главная экспертная модель, одна из моделей, о которых я рассказываю, это позиция доктора. Вам будет сейчас понятно, если вы вспомните, ведь вы же приходили к врачу, помните? Как себя ведет врач? Он вам не рассказывает, сколько стоит лечение. Вот сейчас, если вы придете и скажете, доктор, сколько стоит лечение? Он скажет, подожди, давай тебя послушаем, давай тебя посмотрим, давай поговорим. То есть, что делает доктор? Его задача поставить правильно диагноз. Правильно диагноз. И, кстати, если кто-то из вас был связан с медициной, тот знает, что в учебных заведениях, которые обучают продавцов, до 70% времени уделяется постановке диагноза. В современных продажах постановка диагноза – это самое главное условие. И если вы хотите, чтобы ваша конверсия выросла при том же входящем трафике, вам нужно переделать подход, переучить ваших продавцов. Вам нужно внедрять систему экспертных продаж. Это все на уровне переосмысления. Делается это довольно-таки легко, просто с людьми нужно поработать. Задача поставить правильный диагноз. Смотрите, и самое главное – это чтобы продавцы знали, на каком уровне можно создать ценность. Потому что почему так себя ведут покупатели, почему так себя ведут клиенты, почему они такие беспринципные. А все очень просто. Вот Андрей рассказывал, да? Сейчас покупатели иногда знают больше, больше, чем продавец. Вот насколько бы, когда я веду переговоры со своими клиентами, вот смотрите, типичная ситуация, как происходят у меня контакты с моими клиентами. Раздается телефонный звонок, и на том конце провода мне говорят, вы знаете, у нас упали продажи, нам нужно научить их делать презентацию и отвечать на возражения. Скажите, вот что в этом подходе истина, а что нет? У истины, что упали продажи, да? А что не истина? А не истина, то, что если я научу их делать презентацию, отвечать на возражения, это повлияет на результат. И если я буду слушать, и буду я им доверять диагностику самим, то на выходе они результат не получат. И поэтому задача продавца поставить правильно самим диагноз. Еще раз говорю, это самое важное. Это самое важное. Не разрешайте. Не разрешайте вашим покупателям диагностировать себя, потому что все равно этот диагноз не будет абсолютно верным. Но есть еще одно маленькое условие. Кстати, я не знал, что об этом говорил Рехом. Вот, в отличие от Андрея Веселова, у нас с ним как, у меня как ЧОС, командировка, да, так Нил Рехом был в Москве. Ну, вот мне Андрей фотографию показывал. Вот. А есть, знаете, меня часто спрашивают, что важнее, навыки умения вести переговоры, продавать или знать продукт. Так вы знаете, что самое интересное? Десять лет назад я говорил, что самое важное – это уметь продавать. Сейчас, как бы это было, так скажем, необычно из уст человек, который зарабатывает обучением и продажам, я абсолютно ответственно могу сказать, сейчас на первом месте – это знание продукта. Знание продукта. Потому что даже если вы или ваш сотрудник не очень хорошо умеет вести переговоры, но он великолепно знает продукт, он эксперт своей отрасли в том, что он делает, он лучший, вероятность успеха его будет в разы намного меньше, нежели наоборот. И поэтому, поэтому очень важный вопрос – как и где мы можем создать ценность? То есть, еще раз говорю, если продавец выступает говорящей брошюрой, если он идет и дублирует сайт, и начинает заезжать. А вы знаете, наши поезда, самые поездатые поезда в мире, наши поезда никто не перепоездит. И посмотрите, это знаете, как недавно я звонил в одну компанию, и вот он меня просто убил. Он мне говорит, на сайте посмотрите. У нас там все написано, на сайте гляньте. Все. И что самое интересное, он приходит же, блин, за зарплатой. Так вот, а как люди покупают? Это некая тоже воронка. Осознание потребностей, возможные варианты, решение, покупка и применение. Когда мы говорим про экспертный подход, то нужно понимать, что на каждом из этом уровней мы можем создать ценность. Первое. Умение. Что мы здесь можем сделать? Самый первый вопрос, когда люди говорят, мне нужно это, это решается одним простым вопросом. Вообще, чтобы работать на уровне эксперта, продавец должен уметь задавать правильные, открытые вопросы. Это самое главное, самое основное. Здесь вопрос следующий. С чем связан этот выбор? Почему вы хотите брать именно это? Что вы с этим будете делать? Когда, знаете, у меня был клиент компании Bosch, вот у них там прям есть такая притча в языце, когда пришел покупатель, говорит, мне нужна газонокосилка. Продается ему, продал газонокосилку, то пришел на второй день ему на голову, одел, все, у него все лопасти поломались, все погнуты. Оказывается, он не Канаду Гринк купил косить, а там у него и бурьян, все остальное. То есть ему нужен был триммер или сучкорез. То есть получается, что и вот этот продавец, он мне говорит, мне же сказали, мне же сказали, что нужна газонокосилка. Но опять-таки поймите одну простую вещь. Если он не получит результата, то по-любому виноват будет кто? Все равно продается. Все равно. Поэтому задача, задача на первом уровне с помощью простых вопросов все-таки выяснить, с чем это связано. Далее оценка вариантов. Что здесь? Ценность создается следующим уровнем, следующим способом. Это способность понять, помочь покупателю сделать лучший выбор. Опять-таки, что он об этом знает? Что он об этом слышен? Что важно для него? Что он с этим будет делать? Третий уровень – решение проблем. Опять-таки, что? Какой у него опыт? С кем он работал до этого? Что для него важно? И покупка. Как мы можем сделать его покупку проще, легче, удобнее и комфортнее? И применение. Какие есть варианты, что мы можем предложить после того, как он все это купит? То есть, говоря проще, говоря проще, задача экспертного подхода – это не верить на слово. И вы знаете, что самое интересное? Когда вот из моей практики, из моей практики, просто как получилась вот эта тема? Я это рассказываю на своих тренингах. И Андрей мне говорит, не даст соврать, да мне, как перевести транзакционный в операционный, в экспертный. Я говорю, а что тут все это понятно? То есть, на самом деле, самое главное, это начнет работать только тогда, когда в компании будет внедряться культура экспертных продаж и когда продавцы не будут работать передастами. Потому что, если у вас работают передасты, никогда вы денег не заработаете. То есть, по сути, у компании есть два пути. Первое – разогнать, чертову матери, отдел продаж, перевести все в онлайн и все нормально. То есть, одного секретаря, небольшой склад и все. Классно! И зарабатываете деньги. Все. Или второй вариант. Да, мы имеем отдел продаж, да, мы имеем структуру, которая поглощает ресурсы. И никогда операционный запрос не будет стоить столько, сколько экспертный. Люди должны за это платить. И вся штука есть в том, что люди готовы за это платить. Их очень и очень много, поверьте мне. Но, опять-таки, вся проблема в том, вся проблема в том, что сейчас, сейчас у потребителей есть очень серьезный негатив к продавцам. Потому что уровень нижайший. И сейчас, сейчас, когда, вот я больше всего прикалываюсь, когда мне пытаются что-то продать, и я задаю вопрос, я понимаю, что я знаю больше, чем этот человек. И вот здесь тогда уже, ну, тушите свет, тушите свет. Поэтому вариант только такой. еще очень важный вопрос, чтобы работали экспертные продажи. Это, почему это не работает? Это то, о чем я вам говорил. Это доверие. На своем сайте я провожу опрос. Опрос очень простой. Я задал вопрос, в какой степени вы доверяете каждому продавцу, которого вы купили за последние 24 месяца. Результаты перед вами. Всем видно? 4% полностью, 9% по существу, 26% в некоторой степени. 61% доверяют редко или не доверяют вообще. То есть, еще раз говорю, это о том, о тех, у кого купили. Что говорить про остальных? Я молчу. Поэтому, поэтому, еще раз говорю, чтобы не терять деньги. И почему, почему сейчас нужно переходить на экспертный подход? Коллеги, а у вас выхода нет. Еще раз говорю, на сегодняшний день у компании есть два пути. Или вы развиваете операционный подход за счет сокращения издержек и удешевления продукта. Все. Или вы занимаетесь организацией экспертного подхода. Но, опять-таки, экспертный подход требует экспертного подхода. Требуются продавцы, которые будут работать как эксперты. И поэтому, два уровня знаний. Знание продукта на очень высоком уровне, на высочайшем уровне. И умение, умение задавать вопросы и управлять процессом с помощью вопросов. А вот теперь вопрос от вас. Дмитрий, а вам не кажется, что постановка вопроса, что знание продукта первичного, может быть, все-таки здесь отталкивается в особенно сложных продажах? Может быть, по-другому? Знание бизнеса клиента, потому что мы знаем, для чего применяется наш продукт. И все-таки отталкиваться от этого, все-таки это может быть первично. Смотрите, все равно продукт, он первичен. Почему? Потому что, так или иначе, безусловно, есть продукты абсолютно уникальные. Допустим, у меня есть клиент, японская компания, эти атомные электростанции делают, там уникальные, там просто уникальные. Но в остальном, плюс-минус, они все-таки похожи. Они похожи, особенно, когда мы говорим про малый бизнес. Вот знаете, опять-таки, я говорю, на прошлом, по-моему, да, я рассказывал свою классификацию. Кто знает, что такое определение малый бизнес? Вот три года назад правительство Российской Федерации все-таки дало разъяснение, что такое малый бизнес? Сколько? Выручка 400 миллионов. это малый бизнес. И на мой взгляд, здесь еще не хватает, я добавил то, что не хватает, я добавил еще, вот есть средний бизнес, малый бизнес, я добавил мини, микро и нано. Так вот, когда мы говорим от среднего и до нано, до нано, уникальности здесь продукте как таковой нет. Единственное, что это знание, реализация и знание, понимаете, вот если раньше можно было, вот 100, это деревянный, этот пластмассовый, все, то есть знание вот так. теперь, для того, чтобы найти вот это минимальное отличие, мы должны знать и какая тут сварочка, и какой тут этот, и сколько это служит, то есть мы должны более глубоко в этом разбираться, более глубоко и когда человек, понимаете, его видно, его видно продавца, который действительно он этим болеет, он это знает и тогда к нему уже совсем другое отношение и вот это начинает работать. Вот это самое доверие, самое главное доверие. Потому что когда человек, когда продавец говорит, ну вот, как бы посмотрите на сайте, у нас написано, все, никакого доверия и сразу возникает вопрос, а чувак, а за что я тебе буду платить деньги? За что? Ле, да, допустим, тот же самый. Да, можно знать полностью технологии, да, винтика-шпунтика, может быть, пойти от обратного, когда клиент задает вопрос, пойти, а для чего он нужен, где он будет стоять, кто на нем будет плясать, и так далее, и все-таки выйти к этому? Я говорю о том, что вот эти вот вопросы нужно задавать только владея техникой общения и продаж, создается доверие так. Безусловно, но опять-таки, задача заставить человека, чтобы это задать, вы должны знать продукт и те бизнесы, которые есть. Без этого не получится, не получится. Дмитрий Иванович, я вот продолжу этот вопрос, можно? Я был просто у Дмитрия Ивановича на тренинге экспертной продажи, который там для продавцов, и там, в принципе, ты давал технику, прям для продавцов, конкретными речевыми модулями, алгоритмом, что делать, когда звонят и говорят, а у вас вот там такие столы есть, и я вот к моему большому стыду забыл, как она конкретно именно там выражалась, потому что уже сегодня день такой самотошный. Можешь дать какие-то примеры, кейсы, что делать, когда звонят и пытаются с продавца выжать информацию по транзакционной модели, какие слова и механики можно использовать для того, чтобы перевести все-таки этот запрос в консультативную модель продажи? Ну вот, Веселов скрипт, скрипт, Веселов, скрипт, Веселов, Веселов скрипт, это все, это я походу понял, это диагноз, дай скрипт. На самом деле все очень просто, я об этом уже сказал. Учитесь задавать вопросы. Когда человек звонит, вот опять-таки, все мы живем и работаем по шаблонам, мы так привыкли, вот так мы это делаем. И если человека не вывести из шаблона, никакие методы убеждения не помогут. Это будет конфликт. Вот эти вот самые жесткие техники, которые сейчас пытаются внедрять, ну, не работают, они люди совсем другие, образованные стали. Единственное, что можно, это когда человеку задаешь открытый вопрос, то есть открытый, знаете, да, на который человек должен давать развернутый ответ. Кто, где, как, зачем, почему, с кем, как часто и на сколько. Все. И вот тогда, тогда он есть возможность что-то исправить. Еще раз, только тогда, когда человек начинает думать. То есть, самая главная задача вывести его из этого шаблона. Ну, опять-таки, отвечаю сразу на вопрос, ну, ведь не все же, это как, знаете, как в этом, как в том анекдоте, когда у поручика Ржевского спрашивают, поручика, как у вас так с женщиной получается легко? Он говорит, ну, как, подхожу и говорю, а пошли? А если помордясь, а мне бывает, не, может быть, но, как правило, идут. Так вот, и здесь то же самое. Могут, конечно, не ответить, но, как правило, если продавец действительно это делает, если он правильно все и себя ведет, люди идут на контакт. Но, опять-таки, нужно понимать, что 30%, 30% это те, кто на контакт не пойдут. Это 100% категория А, 100%. Это те, у кого уже есть четкое видение, четкое мнение, опять-таки, есть свой опыт, и которые действительно сами являются в этом экспертами. Такие есть, но, опять-таки, 30%, коллеги, 30% это меньше, чем 70% тех, с которыми можно создать экспертный подход. последний вопрос, судя по времени. Дополнить мысль, может ли сервис поставщика компенсировать частью от экспертных продаж? сервис делают люди. Понимаете, покупают не фирмы, не компании, продают не фирмы, не компании, люди. Что такое понятие сервис? Понятие сервис, это не что-то эфирмерное, это тогда, когда контактирует один человек с другим человеком, исходя из этого, складывается некое впечатление от сервиса или услуга. Это опять люди, и в конечном счете все это выявляется одним сервисом. По поводу организации экспертных продаж. Хочу пригласить вас 21 апреля, здесь же будет в Измайлово, мой мастер-класс, который называется «Система экспертных продаж для топов». Для участников конференции 25% скидка. Вот. По поводу, если кому-то интересно, пожалуйста, подходите, спрашивайте, я буду здесь. Если что, пишите, с удовольствием, хочу всех пригласить на свой мастер-класс. Коллеги, ну, на этом я заканчиваю. От себя лично хочу пожелать мир вашим домам и процветания вашим компаниям. А я всегда буду от вас на стоянии вашей вытянутой руки до вашей клавиатуры. Пишите, чем могу, помогу. Спасибо. С вами был Дмитрий Моков. Я пока постою на вопросы и готов ответить. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok